Она может как пассажирская, так и драйвовская быть. Он скажет какую часть. Значит смотрите, ребят, официально она начинает здесь до конца трака. До конца трака. Да, но я что рекомендую моим студентам всегда? Я рекомендую моим студентам начинать с поворотника и замка капота. Почему? У тебя попал старая часть, ты забыл включить свет, доходишь туда до конца, там куча лайт, потормозной, и габаритный, и задний ход. Ты говоришь, сэр, он тебе тут же в зубу может дать, как ты это знаешь, ты тебя завалил. Чтобы этого не получилось, ты, допустим, забыл, переволновался, забыл включить свет, не вопрос. Сэр, мой сайт сигнал ой-ой-ой, извините, я быстренько прогибу и включу. Вначале это можно. То есть он тебе хорошее напоминает, что ты забыл включить свет. У нас обязательно он и так будет, правильно? Да, 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 но если он взял работу, значит все, ты включил, нормально. Дальше, еще вопрос. Следующий. Допустим, я к примеру говорю, экзамен в один часок, а для тебя был студент, который был девять часов. Тебе попался, допустим, трейлер, как у меня был, реальным студентом, а другому студенту для тебя в девять часов, попался передок. Он заваливает передок, парень самоканда был, шикарный, шикарный английский, шикарный персональный здание. Садится внутрь, делает сервис-брэк, нажимает на трон, едет, а как сервис-брэк надо сделать? Надо приехать 15 метров и плавно нажать на трон. Он нажимает на трон, капот открывается, бывает. Да, но капот открывается? Да, почему? Потому что он не проверил замок капота. Понимаешь? А тот студент, который завалил, предложил ему большую свинью. Я говорю, что ж ты делаешь? Он говорит, ну, после каждого проверить. Так вот я про это и говорю. Всегда начинаешь с поворотника, из замка капота, что... Иногда тебе даже это его изгибает. It's not necessary for me. Мне это не нужно. Это нужно не для него. Это нужно для тебя, чтобы исключить эти ошибки. Это надо запомнить, Жанна. Когда еще и с камерой поговорим, вопрос. Когда переднюю часть расскажут, этот поворотник не входит в переднюю часть? Вот лучше бы начать с поворотника. Официально он не входит. И даже твой экзаменатор говорит, It's not necessary for me. Мне это не нужно. Это нужно не для него, это нужно для тебя. Потому что если поворотник не работает, значит ты не включил свет. Значит, побежал и включил, он тебе напомнил. И дальше другой вопрос. Замок капота тоже не нужен. И ты его проверил, чтобы ты поехал и не тормознул. Да, но я имею ввиду, это когда переднюю часть, его тоже надо обязательно включать? Нет, нет, нет. Это вторая часть. Передняя, там спереди. Да, все. Если ты на передней части заканчиваешь на колесе, на ступице, все, здесь надо накапнуть. Это относится ко второй части. Да, давайте. Начинаем отсюда. Если попалась пассажирская часть. My passenger side door, no bandage, no damage, no crack, good condition. All my side windows, no damage, no crack, no scratch, clean. All my mirrors securely mounted. Если помните, я бы сказал, если попалась боковая часть, проверяйте только те зеркала, то честно, какой попалась. My right side mirrors, no damage, no crack, no scratch, clean, good condition. All my mirrors break it in a home house. No bandage, no damage, no legal welding, good condition, no rust. Steps, no bandage, no damage, no rust, no legal welding, good condition. Steps, door handle, secure and operate properly. Door open, close properly. Это называется rubber steel, no cut, no damage, no missing parts. Это называется door hinges, петли. Door hinges, no bandage, no damage, no illegal welding. Которые door hinges? Door hinges, no bandage, no rust, no illegal welding, good condition. I managed to move. Door close properly. Door hinges, no exhaust system, no bandage, no damage, no illegal welding, no illegal welding, no damages, no hard gas leak, good condition. Fuel tank, no visible hydraulic leak, no bandage, no missing parts and bolts, good condition. Fuel tank cap, also no visible hydraulic leak, no missing parts and bolts. Вот эти шланги, датчики одним словом. Fuel tank compartment. My fuel tank compartment, my fuel tank compartment, no visible hydraulic leak, good condition. Это fuel tank straps. Только не говори, что они no lock secure. Иногда люди даже, которые английские одной, за счет волны не волнуются. Они не текут, они металлические. Fuel tank straps, no bandage, no damage, securely mounted, no missing parts and bolts. Угу. Мафель. No hurt gas leak, no rust, no missing parts, both good condition, securely mounted. Все, идем сюда. Это tractor frame. My tractor frame. No bandage, no damage, no legal welding. Tractor frame cross members. No cut, no damage, no missing parts, no legal welding. No catwalk in this truck. То есть нет рабочей площадки на этот трактор. Drive shaft. Cardan. No bandage, no damage, no legal welding. Drive shaft usual. No bandage, no legal welding, no missing parts and bolts. А сколько колес ведущих на этих тракторах? Задние четыре или all wheel? Нет, четыре. Четыре, да? Хотел узнать. Дальше. Когда мы это сказали, все, мы идем сюда на каплинг опять. Sir, I have three systems here. Red, it's my emergency air system. Blue, it's my service air system. And black, it's my electric cable, connect my cable to trailer. My electric plugs, no damage, secure, good condition. Left hands also, no damage, secure, good condition. And rather, inside also, it doesn't have no air looping condition. No missing passing cut. All my system have enough slack to make it turn. Mounting frame. No bandage, no damage, no legal welding. Mounting frame bolts and bolts and bolts and bolts and bolts and bolts. Fifth handle, the release handle in this arm. No bandage, no damage, no legal welding. Fifth handle, no bandage, no legal welding. Fifth handle, no bandage, no legal welding. No playing, нет труда. Верхняя часть пятого колеса называется Featless skid plate. Featless skid plate, no bandage, no damage, no rust and properly grease. Вопрос. Это мы будем каждому рассказывать. Каждый час, да. Каждый час. Ну, рассказали, это уже в этом ходе. Теперь дальше. Вот эта часть трейлера, на которую опирается Пятое колесо называется apron. Apron, no bandage, no damage, no rust. Указку сюда вот так вот. Вот это говорит. Вид мотисцы skid line, an apron, no gap. Мотисцы lock and pin. Secure and private lock position. Всё. Теперь мы идём на тормозную систему и на систему подвески. Помните, я вам сказал, каждый airbrick chamber имеет минимум 2 шланга. И если появился слайка джаста, то есть слайка джаста пушила. Вот твои airbrick chamber. Airbrick chamber. No secure, good condition, no missing parts. Видишь, у каждого минимум 2 шланга. Вот airhose, no cut, no damage, no hard air. Good condition. Вот слайка джаста. Туда. Вот которая ждёт, видишь, там он заканчивается слайка джастом. My слайка джаста, no bandage, no damage, no missing parts. А у слайка джаста пушила. Что-то из-за free play, but no more than one Mitchell play. Теперь дальше. Мы должны сказать про тормозной барабан или про тормозные колодки. Но при этом колесе мы их не видим. А вот там, вот там. У нас вот чёрный ход на ладони. Нижний, это brake drum, no bandage, no illegal bad, no illegal grease. И верхний, это brake shoes, колодки. No bandage, no illegal bad, no illegal grease. Но там здесь пик не сморкоза. Сказать, вы должны это рассказывать? Колесо заднее. Каплинг говорим, колеса тоже задние обязательно? Нет, это не каплинг уже. Блоковая сторона? Это уже тормозная система. Только мы с этой, если он пассажир скажет... Нет, нет. Для пассажирской сад, ты здесь не видишь тормозного барабана. Ты отсюда туда показываешь. А если драйвишь, ты покажешь, как это будет. А, окей. Всё, это входит, получается. Дальше. Где он сюда? На систему подвески. Начинаем систему подвески с matflare. Matflare или splash guard. No card, no damage, no missing parts. And both. Leaf spring. No missing, no damage, no correct, no shifting. Leaf spring hanger. Front and back. Задний, передний. No banded, no damage, no legal welding. Вот leaf spring bushing. No card, no damage, no missing parts. Leaf spring U-bolts. Только не вот эти маленькие, а те, которые крепят ее к косе. Там. Leaf spring U-bolts, no missing, no losing, no shifting. Всё, и мы теперь идем про заднее колесо. Что мы говорим про заднее колесо? Начни с того, с общей информации. Какая общая информация между передним и задним колесом. Скажите, пожалуйста, 3D, там и там есть? Да. Только там 433? Ну ладно, он всё равно даже есть. Да. Например.